Здравствуйте дорогие мои любители рисования! В этом ролике я покажу как я рисую мастихином сами листики. Краска у меня зеленая русская, светлая и зеленая русская темная. И желтый я беру лимонный. Цвет на самом деле и название не имеет значения. Это вы подберете краску та, которая у вас будет. Поэтому можно смешать синий с желтым, получить многообразие зеленого. Ну в общем это уже как у вас там будет, что будет в наличии. Желтый я люблю в этих целях брать лимонный. Он наиболее такой яркий получается в картине. И при смешении с темной зеленой, Прожилочки получаются такие лимонные. Очень смотрится хорошо в квартире, в картине. Значит цвета, зеленый, светло-зеленый и желтый я на холсте не смешиваю между собой. А подчередно так вот набираю на... Не важно в каком порядке, желтый с зеленым набирать. То ли вы захватите желтый, то ли зеленый первый или второй. Это будет уже на холсте у вас сюрприз. Эти листики полностью зависят от... Не от того, что вы задумали, А от того, что вы там набрали на мастихин и провели. Значит, видите форму мастихина? Она у меня такая вот лопаточка. И вот если вы набираете и тот цвет, Светлый, желтый и зеленый, Не смешивая их между собой, А потом проводите вот такой линии. Вот смотрите, видите, получается у вас прожилки желтого на темном, зеленом цвете. Или, например, на более светлом, если другой цвет более светлый. И теперь вы смотрите, вы смотрите, как я рисую, значит, по форме цветка. Это форма сердечка. Краюшком мастихина, нижним закругленным, я закругляю низ, провожу. Вот смотрите, проводите и закругляете. Если сильно прижали, у вас краски остается мало, Поэтому надо смотреть, чтобы и на вот этом нижнем закруглении тоже краска была, А не только на конце мастихина, где у вас сам острие. В общем, полностью на лопатке должно быть везде краска. Ну, если листочек не получился, его можно легко убрать и подрисовать, Более увеличить или уменьшить. Можно рисовать просто, проведя один раз, Тогда листик будет небольшого размера. Если, например, у меня низ не сильно дорисовался, я его не дорисовываю. Получается он такой, как бы, ну, вот здесь я, видите, провела, Вот мало краски, мне кажется, на самой лопатке на нижней части, на более широкой. Вот я ее подбираю и закругляю. И, получается, вот такие листики, они похожи на сиреневые листики. Может, они, конечно, меньше размером. Но эти листики у меня вот такие. Мой муж говорит, художник так видит. Поэтому вот такая форма листа, И немножко, видите, волнистой такой веточки, Оно все утрировано. Не похоже, конечно, на настоящий. Там много листиков. Ну, вот у меня вот Сами веточки прозрачные между ними. Зеленые, тонкие. И такие листики у них вот ажурные. Получается, для меня это очень красиво получается, такой листик. Я могу прожилки нарисовать самим мастихином, Процарапать до нижнего слоя, до белого. И нарисовать вот мастихином эти прожилочки. Могу их не рисовать. В общем, все зависит от того, что хочется вам в данный момент. Много листиков я не рисую, Потому что главный герой все-таки цветы здесь самой сирени. Но они подчеркнуты вот темной листвой. Подчеркнуты такие разбавленный цвет. Вот это многообразие красного цвета, красно-фиолетового. Разбавляется именно вот зеленью с желтым. Вот смотрите, листик внутри вазочки. Вот я его нарисовала. Он своим краем пересек. Вот я убираю вот этот вот кантик. Получается, что он сразу уходит внутрь. Видите, кантик вы сделали самой вазочке. Вот смотрите, половинка листа рисуется ну просто. А как красиво. Видите, загнулся. Вот он тебе листик. Вот они не надо ни жилочки вырисовать, ни прожилочки. Где-то посветлее, где-то потемнее. Вот они очень смотрятся. Вот срединку я и прожилочки нарисовала мастихином. Можно этого не делать. Лист уже как бы полностью готов. А можно и рисовать. Я рисую. В общем, тоже иногда рисую, иногда нет. Во время рисования я над этим сильно не задумываюсь. Вот хочется мне это делать, я делаю. Хочется не делать на каких-то листиках. Я их не трогаю. Тоже обдумывать каждый раз свое решение не нужно. Потому что ведь вы же в процессе, находитесь в художественном таком процессе. Поэтому вот листик. Смотрите, как мастихином загнули его. И получился он... Вот смотрите, количество краски на мастихине. Видите? Вот вы его оставили маленький. Он у вас будет маленький, загнутый. По низу каждая деталь имеет свою тень. Вот я рисую тень под листиком. Поскольку у меня здесь тени все такие слегка размытые, то у листиков отражение будет такое же, как у вазочки. Слегка размытая. Вот я его пилющими движениями такими вот размываю. Вот эту тень под листиком. Сейчас листики находятся в воздухе. И сама гроздь сирени в воздухе. И вот мы этой тенью их ставим на поверхность стола. Ну или там чего у вас. Гроздь плывет в воздухе. Мне интересно летающие цветы. Мне надо было сначала нарисовать тень под цветом. А потом рисовать нижний листик. Тогда тень была бы у меня вся красная. И поверху бы я нарисовала листик. И было бы более чистый вариант изображения. Видите, теперь мне приходится, чтобы не запачкать кисточку, мастихин в зеленый цвет, приходится его обгинать немножко. И получается не очень, не очень, как бы хотелось совсем идеально. Потому что захватывается зеленый цвет. И листик, ну видно, что нарисован до того, как тень легла. Поэтому нужно сначала было положить тень от цветка. Она была бы чисто красного цвета, но фиолетового цвета. А уже потом поверху этой тени рисовать листик зеленого цвета, чтобы не перепачкивать зеленым всю поверхность. Вот, значит, от цветка сирени фиолетовое положено отражение, но еще нету под цветком тени, если вы видите. Тень должна быть более темного цвета. После того, как вы отражение нарисовали, вы должны провести такие блики. Они хорошо смотрятся, они пересекают отражение и дают видимость поверхности горизонтальной. Что все-таки это поверхность. Вот именно этими бликами вы показываете, что у вас здесь горизонтальная поверхность. Вот я подкладываю тень под сам цветок. Здесь более темный фиолетовый цвет, в котором синего захватывается больше. Чем контрастнее тень, тем выразительнее будет верхняя часть, более светлая. Потому что рядом с темным светлый становится такой звенящий. Вот я делаю сами цветочки синего цвета. У меня там синий ультрамарин, чуть-чуть замешанный. Мне показалось, что нужно тень и под вазы сделать более яркую, чтобы сама ваза горела тогда сильнее. Потому что, вот смотрите, я сделала тень у раньше плавающего в воздухе соцветия. Вот он сейчас, видно, что лежит, это соцветие лежит на поверхности. Вот тень под вазой стала ярче, и белый стал здесь очень красиво смотреться. Краюшек вазы. Ну вот и картина уже готова. Листики таким способом рисовать интересно. И вот эти краешки очень нравятся у листиков. Они более толстые получаются, краски. Покупателю вашему будет это интересно. Теперь зеленым я еще вношу такие, как бы, нераспустившиеся цветочки. Я не знаю, есть они на сирене, на настоящие или нет, но они смотрятся очень красиво. Они дополняют листики вот здесь желтым ярким цветом и немножко зеленым. Потемнее, опять же, темно-зеленым вы делаете в теневой стороне, более светло-желтой вы делаете там, где у вас на солнечной стороне. Везде соблюдается правило, что темнее в тени и светлее на солнце. Ну или под светом. Везде предмет соблюдает закон этот. Он имеет теневую, световую и отражение внизу теневой. Очень красиво получаются такие освежающие красный цвет. Желтые, зеленые вот эти пятачки. И тоже я их делаю не по всем, не по всем цветам, а так кое-где. Видите, я на средине их не делала, потому что соцветия сюда ко мне располагаются. Их надо было тут раскручивать по кругу. Я делала так кое-где. Вот картина получилась очень красивая, такая цветная, не слишком забитая всем вот этим зеленью и ветками. Ваза, отражение на вазе я не стала рисовать. Она тоже получилась у меня более такая чистая. На этом все. До свидания. Приятного вам рисования. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон